Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим два острых базовых чили соуса. Первый соус это чили джем. Да-да, вы не ослышались, это будет сладкий соус, но у него не будет азиатского привкуса. Этот соус был создан 20 лет тому назад во Франции и его сочетают с другими различными соусами. Наверняка вы уже посмотрели нашу вяленую, сыровяленую утку и вы увидели, что я там использую именно этот соус чили джем. Он прекрасно звучит с фруктами, с паштетами, с грибами, с овощами. Короче говоря, это тоже является французским базовым соусом. Давайте начнем. 400 грамм чили перца. Я вам рекомендую одевать перчатки для того, чтобы работать с чили. Убираем семена, они нам не нужны. Наш перец готов. Я его сейчас произвольно нарежу. Мелко не обязательно, потому что мы будем его варить до мягкости и после этого будем его разбивать блендером в пасту. Греем кастрюльку, наливаем буквально столовую ложку оливкового масла. Здесь у меня 400 грамм острого перца чили. Я сюда добавляю полстакана красного винного уксуса. Старайтесь брать хорошего качества. Итальянский, возможно, или греческий, ну, уже какой будет. 100 грамм сахара, неполную столовую ложку соли. В общем-то и все. Рецепт, надо сказать, что очень-очень простой. Проще не бывает. Теперь наша задача на медленном огне этот перец сварить так, чтобы он отдал свой сок, обменялся вкусом сахара и соли, уксуса и стал мягким. После этого мы его разобьем блендером и процедим, и получится у нас замечательный соус. Все очень просто. Давайте посмотрим, как у нас здесь дела. Посмотрите, вот он у нас сварится. Вот так вот. Какие бульбиночки, видите? Какие пузыречки. Это говорит о том, что там хорошая плотность, скажем так, экстракт получился. Ну, пусть варится. А мы, тем временем, приготовим еще один базовый острый соус на основе перца чили, чеснока, имбиря, соль, сахар, водичка и уксус. Ну, вперед. Режем. Убираем попочку и вот такими вот кусочками. В этом случае нам уже семена нужны. Для этого соуса я буду использовать полкилограмма свежего перца чили. Наш чили джем варится, но, тем не менее, я хотел его перелить в меньшую посуду, потому что мне будет в ней удобней его мельчить блендером. Вы, кстати, можете сделать то же самое. Вначале начинать варить в более крупной посуде для того, чтобы быстрее испарился уксус и влага, а затем уже перенести все это дело в более маленькую посуду, в которой, вот видите, в которой джема будет по объему больше и вы сможете его хорошенечко растолочен. Вот. Следующий соус. Перец я порезал. У нас здесь полкилограмма. 200 грамм чеснока. 70 грамм имбиря. Я его сейчас тоже порежу. Меленько. Для того, чтобы мы его в миксере измельчили. Вы не должны беспокоиться о том, что я добавляю сюда имбирь. Несмотря на то, что имбирь как бы сочетается и, скажем так, воспринимается нашим мозгом, что это азиатская пища, на самом деле нет. Имбирь в Европе используется уже многие-многие годы. Особенно во Франции, в Италии, в Испании. Поэтому можете смело его использовать. У нас здесь всего лишь 70 грамм по отношению к весу перца и чеснока. В итоге у нас получается полкилограмма перца, 200 грамм чеснока, 700 грамм и из них всего лишь 70 грамм имбиря. Вы его даже не почувствуете, но тем не менее он даст благородный оттенок и вкус интересный. Так, убираем его. Следующий момент. Давайте все это будем мельчить. У меня здесь полстакана красного винного уксуса и простая вода. Я их сейчас просто объединю в один, так, чтобы легче было пользоваться. Можете молотать все это постепенно, а потом смешивать в более крупной посуде. Чеснок. Добавляйте чуть-чуть жидкости, чтобы было легче вашему блендеру, миксеру. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Добавим еще жидкость. Так, одна партия готова. То есть мы делаем как бы пасту, но в то же время не делайте его прям уже совсем-совсем мелко. То есть он должен быть как бы структурный. Не забывайте про свой чили джем. Он уже будет скоро готов. Еще буквально минут 15-20. И все, сделаем чуть-чуть громче. Как определить, какое соотношение должно быть соли с нашими овощами? Определяйте таким образом. В среднем 5%. У вас получится ваша, скажем, икра или же соус таким приятно соленым. Вообще допустимо даже 10% соли, если вы собираетесь хранить его долгое время. Но я добавлю 5% с расчета того, что возможно мы будем досаливать, например, или мясо, или же лапшу. Кстати, вы можете использовать ее с лапшой, с рисом, с мясом, с рыбой. Ну, неограничено абсолютно. Итак, мне нужно для нашего количества овощей и жидкости в среднем 40 грамм соли. Я положу вот 2 полных, 2 полных столовых ложки соли. Сахара тоже 2 ложечки. Много не надо. Чем будет слаще, тем ближе будет к Азии. Несмотря на то, что здесь у нас с вами много сахара, у него вкуса азиатского совершенно не будет. Теперь чили. Помните, если вы работаете с чили первый раз, я вам рекомендую надеть резиновые перчатки, так, чтобы вы не почесали себе глаз или же губу, или какое-нибудь еще другое место. Будете бегать и долго кричать «мама». Вот, в моем случае я много лет работаю с чили, и, честно говоря, уже привык к этому делу, и быстренько руки помыл, и бай-бай. Так, добавляем водичку, уксус и вода. И продолжаем мельчить. Ох, какой запах! Как это вкусно пахнет! Вы знаете, все эти соусы у нас в ресторане пользовались постоянным спросом. Они постоянно их просили к бургеру или к стейку, потому что когда ты делаешь сливочный какой-либо соус, к стейку, например, то всегда не хватает какой-то такой пикантности. И вот этот соус будет идеально. Так, я все это смешаю так, чтобы соль и сахар начали растворяться. Ну, в общем-то, и все. Наш соус готов, или, как можно уже его назвать, приправой. Если у вас небольшая семья, сделайте его меньше. То есть, все описание ингредиентов я указал внизу под нашим видео. Отнимайте, прибавляйте. Но если вы все-таки сделали вот столько, вот такой вот объем где-то получается, у нас с вами где-то 800 миллилитров. Налейте небольшую баночку свежего. Вот какой он есть. Кстати, сейчас я хочу его попробовать. Просто чудненько. Просто чудненько. Даже не острый. Он очень приятно согревает солененький чесночок. А когда он постоит ночь, это будет вообще сенсейшн. Итак, наливаем свежий наш соус. Нашу, скажем так, аджику будем ее называть. И ставим в холодильник. Не наливайте много, потому что она будет стоять в холодильнике не более 7 дней. После этого она может прокиснуть. Все, что осталось, наливайте в кастрюльку, доводите до кипения. И даете покипеть буквально 2-3 минуты. Постоянно помешивая. Так, чтобы соус равномерно прогрелся. После этого наливаете в стерилизованные баночки, закрываете, ставите их под одеяло или же там под полотенце. Они остывают естественным образом. И после этого можете их ставить в свой холодильник или же в подвал. И они будут стоять, ну, полгода, год. Хорошо, с этим соусом мы разобрались. Поехали дальше. Давайте закончим наш чили джем. Я уберу эту в сторонку. Вот он, посмотрите, как он выглядит. Вот он уже готов. Перец стал мягким. Бульончик, видите, как он тянется. Он варился. Все, теперь его молим обычным блендером. Готово. Возьмите сетечко. И давайте его профильтруем. Ну вот, из 400 грамм соуса, видите, у нас получилось совсем немножко. Вот так вот. Вот остатки этого перца выбрасывать ни в коем случае не нужно. Я поэтому намеренно всегда делаю сразу два соуса. Чили джем и чесночный чили. Для того, чтобы, когда я буду его кипятить, вот эти остатки я добавлю туда. Понятно? Все очень просто. У нас будет безотходное с вами производство. Видите? Недаромо называется джем. Чили джем. Сейчас я попробую. Я просто обалден. До какой степени это вкуснотища. Вот попробуйте. Кому не понравится, напишите, можете отругать меня. Я уверен, 100% даю. Это будет просто ваш любимый соус. Ну что, друзья, вот посмотрите, вот наши замечательные два соуса. Чили джем и чесночный чили. Когда вы его сварите, у него тоже будет очень красивый, ярко-красный цвет. Но в настоящий момент он невероятно вкусный. Просто невероятно вкусный. Ну и этот, само собой. Вот с этим соусом мы в следующем видео сделаем жареный бри. Французский бри. Это французский, опять же, рецепт. Невероятно вкусный. Обязательно его посмотрите. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам было тоже интересно, полезно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok